Чернобыль-Хоппер Сейчас я свяжу для вас так называемого чернобыльского кузнечика. Это крупный кузнечик, который появился в результате генных изменений после выпадения радиоактивных осадков. Естественно, что это лишь плод фантазии на хвостовика и не более того. Этого кузнечика не пропустит мимо себя ни форель, ни ленок. Если связать кузнечика большого размера, длиной порядка 5 сантиметров, то получится потрясающе уловистая мушка для ловли тайменя. Как вяжется мушка? Начинаю с подложки из монтажной нити. Подложку фиксирую с помощью секундного клея. А затем на нее наношу даббинг. Я беру аврора даббинг оранжевого цвета и накручиваю на монтажную нить. Полученную даббинговую нить наматываю от колечка до загиба крючка. Монтажную нить увожу немного вперед. Теперь очередь спинки. Для маленьких мушек можно взять обычный лист пенки толщиной 2 миллиметра. Если же вы будете вязать большого кузнечика для ловли тайменя, то две пластинки нужно склеить вместе. Наношу клей патекс на обе пластины. С помощью иглы равномерно распределяю клей. Конечно, если вы хотите связать несколько кузнечиков, то пластинки можно склеивать контактным клеем в виде спрея, который также производит фирма «Патекс». Теперь клей должен подсохнуть. Примерно через 10 минут склеиваю обе пластины. 10 минут склеиваю обе пластины. Этот материал при желании можно раскрасить. Например, нанести точки. Это похоже на имитацию божьей коровки. Можно нанести волнообразные линии. С помощью лака Shape It также можно кое-что сделать. Например, лаком желтого цвета нанести полоски. Куда же я его запрятал? Что-то не нахожу. Ну да ладно, как говорится, фантазия не имеет границ. Итак, это был материал для крупного кузнечика. А мы возвращаемся к нашему маленькому варианту. От листа пенки я отрезаю полоску. Кладу ее на цевьё так, чтобы она выходила за загиб крючка. И закрепляю. Теперь нашей зверюшке нужно приделать ножки. Я вытягиваю из упаковки резинку розового цвета. Растягивать ее не нужно. Я могу еще маркером черного цвета нанести на резинку рисунок в виде точек. Таким образом, на ножках кузнечика будут черные полоски. Еще и еще. И так далее, и так далее. Разумеется, все это должно высохнуть. Иначе на пальцах также появится рисунок в виде черных пятен. Проверим, можем ли мы продолжать работу. Теперь одну резинку я закрепляю с одной стороны цевья, а вторую, соответственно, с другой стороны цевья. Придаю ножкам положение, чтобы они располагались точно по бокам цевья. Поднимаю пластину вверх. Теперь нужно нанести еще небольшую порцию дабинга на монтажную нить. Одним оборотом фиксирую дабинговую нить и скручиваю дабинг потуже. Намотку делаю вперед. Отгибаю полоску пенки также вперед, закрепляю и отрезаю лишний материал. Впереди у кузнечика также имеются ножки. Опять беру резинки фиолетового цвета. Можно также взять резинки темно-оливкового цвета. Одну резинку закрепляю на этой стороне цевья, а другую на противоположной стороне. При ловле эта мушка плоско лежит на воде. Для того, чтобы ее было хорошо видно, беру небольшую порцию меха косули и делаю из него крылышко-индикатор. Маленького пучка для этого вполне достаточно. Много материала не надо. Укладываю его впереди на цевьё, удерживаю, делаю один оборот и затягиваю монтажную нить. Поднимаю пучок вверх, увожу монтажную нить вперёд и заканчиваю мушку. Теперь проверим расположение ножек. Внимаю мушку из тисков, немного подрезаю головку спереди и с боков. Ножки укорачиваю до необходимой длины. Хвостик мушки не должен быть слишком длинным, иначе будут пустые поклёвки. При желании можно кое-что ещё сделать, но это только для себя, поскольку рыба этого всё равно не увидит. Сверху на головке мушки можно нарисовать маркером зрачки. Глазки можно также изобразить с помощью жёлтого лака Shape It. Сзади, на спинку и хвостик, также можно нанести маркером несколько красных точек. Если есть желание, то покрасьте края пенки в оранжевый цвет. Одна сторона, другая сторона. Вот и всё. Чернобыльский кузнечик связан. Это не сложно. У вас тоже всё получится.